Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеши. В этом видео мы поговорим, как же отредактировать проект Adobe After Effects и также создадим простое интро. Итак, поехали! Начнем мы данное видео с того, что покажу вам интересный сайт, называется shareie.com. Здесь есть проекты и под After Effects, и под Motion, есть всякие футажи и также есть какие-то эффекты аудио. Вы можете здесь найти довольно-таки прикольные проекты, как под After Effects, опять же, так и под Motion. Здесь уже 200 страниц с проектами, полистайте, вам что-то должно понравиться. Я, собственно, выбрал вот такой вот проект, про него мы сегодня с вами поговорим. Вот, и, собственно, скачать его можно следующим образом. Опускаетесь в самый низ, и здесь у нас есть с вами Download, и, собственно, название проекта, и называется profiles.com. Собственно, кликаем по этой ссылке, открывается наш сайт с непосредственно проектом, нажимаем Free Download. Здесь у нас идет с вами отчет в течение 3-5 секунд. Собственно, потом нажимаем еще раз Free Download, и у нас появляется ссылка для скачивания данного проекта. Скачивается zip-овский архив, выглядит он следующим образом, вы можете его непосредственно открыть. Здесь будет папка, и ее необходимо разархивировать. Я уже разархивировал, вот у нас есть такая вот папочка. Открываем папку, здесь у нас есть, собственно, сам footage, то есть тут у нас есть какие-то с вами превью лого, например, которое будет использоваться для превью, и всякие разные еще бэкграунды и эффекты. Давайте, собственно, посмотрим, что из себя представляет само лого. Также у нас здесь небольшая поддержка, превью в виде джипег-картинки, и также текстовая инструкция, все это есть и прилагается к проекту. Собственно, давайте посмотрим, как это будет все выглядеть. Вот, вот такое вот прекрасное у нас с вами интро, вот здесь у нас небольшой, так сказать, тайм-код идет, и в конце нам появляется наша заставочка. Я думаю, что смотрится довольно-таки хорошо. Давайте откроем непосредственно After Effects, я его уже открыл, и вот, собственно, вот это вот наша рабочая поверхность, и далее просто два раза клацаем по проекту Cube Digital Logo, который у нас идет в формате IEP, здесь нажимаем клавишу ОК, и после чего, собственно, весь проект у нас экспортируется уже в программу Adobe After Effects. Вот здесь у нас есть три вкладки, это ваше лого, здесь вы можете вставить аудио, и, собственно, вот эту вот композицию необходимо будет отправить на рендер, немножко позже расскажу, как это можно будет сделать. Собственно, качество сразу ставим самое худшее, для того, чтобы не загружать оперативную память нашего компьютера, в моем случае, и там, где ее лого, мы видим с вами первое, это заливка нашего лого, то есть в нашем случае это белый цвет, и также превью. Здесь оно идет в формате картинки, вы можете подгрузить сюда свое лого, но я, собственно, удалю вот этот вот файл, и нажму правой клавишей New, и текст, и давайте с вами напишем, например, через CapsLog, нашу любимую с вами компанию Apple, вот, собственно, я думаю, что мы с вами не будем выбирать какой-то шрифт, пусть какой будет такой и останется, и вот здесь вот в правом углу мы с вами немножко растянем этот текст, выберем вот здесь сверху вот этот вот Pen инструмент, и якорную точку передвинем на середину, то есть там, где она должна быть, на середине картинки. Ставим здесь Fit, то есть по размеру окна видим, что все смотрится у нас с вами ровно, и можем где-то вот так вот даже и оставить. Теперь переходим в вкладку Render Composition, и здесь мы с вами видим, как это все будет, собственно, выглядеть. Вот, я думаю, что довольно-таки прикольно смотрится для того, чтобы зарендерить эту композицию. Кстати, здесь есть возможность ставить аудио, но все-таки советую я это делать в Adobe Premiere Pro, потому что все-таки будет загружать это немножко процесс рендера видео в самом Adobe After Effects. Собственно, для того, чтобы зарендерить вот эту вот композицию, вы можете также поменять качество на Full и, собственно, просмотреть это все, но можно просто сразу вывести этот проект. Для этого, собственно, идем в File, далее идем во вкладку Export и Add to Render Queue, после чего открывается новая вкладочка, вот Render Queue, и клацаем здесь по вот этой вот надписи. Открывается у нас, собственно, еще одно окно, здесь опять же смотрим мои настройки, как уже, собственно, и привычно. Здесь у нас формат EV, и далее тут, как бы, все, собственно, так. Единственное, что там, где аудио, можете поставить Off, рендер пройдет быстрее, тем более, что никакого аудио здесь нету, и нажимаем на клавишу OK. После чего мы можем нажать на название нашей композиции, можем поменять название и выбрать, куда у нас будет происходить экспорт. Нажимаем сохранить, после чего можем нажать на клавишу Render, и, собственно, стартнет наш рендер видео, но я этого делать не буду, для того, чтобы не тормозилась, собственно, операционная система. Ну, вот, как-то так это все дело выглядит. Если у вас есть какие-то вопросы именно по After Effects, можете писать их в комментариях, постараюсь вам ответить. Но, собственно, ссылку на вот этот сайт я оставлю в описании. Можете выбрать здесь довольно-таки большое количество лога, вернее, интро, но единственное, что вот эта вот пометочка VIP Project, вы ее просто не сможете скачать, потому что либо необходимо заплатить деньги, либо набрать количество каких-то баллов на данном сайте. И, собственно, ну, я не считаю, что стоит настолько заморачиваться, причем, что довольно-таки хорошее лого здесь есть бесплатно. Данный сайт берет это все с платных аккаунтов, с платных сайтов, которые раздают разные проекты, и делает их бесплатным. Поэтому я думаю, что довольно-таки хорошие ребята этим всем занимаются. Вот, а на этом, собственно, все. Опять же, свои идеи пишите в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.